На месте крушения самолетов Китая найден второй черный ящик. В Шанхае проводится массовое тестирование на COVID-19. В Поднебесной заменяют пластиковые трубочки для напитков на экологически чистые соломинки из полилактида. Китай начинает ежегодную переброску воды на север. Спасатели обнаружили второй черный ящик самолета Boeing 737, который потерпел крушение в горной местности в уезде Тэньсянь-Гуанси-Джуанского автономного района. Ящик находился примерно в 40 метрах к юго-востоку от основной точки падения самолета. Инженеры гражданской авиации определили этот район в качестве ключевой зоны поиска. «Мы работали здесь уже несколько дней, собирали обломки крыльев самолета. Мы были уверены, что в этом районе есть большая вероятность что-то раскопать, поэтому не прекращали поиски. И в итоге черный ящик, весь земле, мы нашли под корнем дерева на глубине примерно полутора метров». Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines со 132 пассажирами на борту вылетел из города Куньмин в провинции Юньнань и направлялся в город Гуанчжоу в провинции Гуандун. Лайнер потерпел крушение в труднодоступной горной местности. Первый черный ящик самолета обнаружили 23 марта и направили в Пекин для расшифровки данных. Новая вспышка COVID-19 в Шанхае заставляет жителей города ответственнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Для этого власти проводят ПЦР-тестирование и выдают наборы для самостоятельной проверки всем горожанам. «В одних районах жители сдают ПЦР-тесты, в других – самостоятельно проводят экспресс-тестирование на антиген. Комбинация этих двух методов помогает своевременно выявлять скрытые инфекции. В Шанхае уже более 14 миллионов человек провели тесты в домашних условиях». Многие жители пользовались наборами для самотестирования впервые. И у некоторых, в особенности у пожилых людей, возникли сложности. «В нашем микрорайоне насчитывается около 5000 жителей. Почти половина – пожилые люди. В каждом доме есть администратор, который разносит наборы для тестирования. Но многие администраторы тоже представители старшего поколения. Поэтому мы направляем молодых волонтеров, которые и тесты доставляют, и показывают, как ими пользоваться». Если экспресс-тест оказывается положительным, то заболевший должен обратиться к врачам. Они проведут более чувствительный ПЦР-тест для уточнения диагноза. Экологично, но невкусно. Или вкусно, но вредно. Чтобы убедить, как можно большее число жителей Китая в том, что может быть вкусно и безопасно, государство увеличивает производство соломинок для напитков из полимолочной кислоты или полилактида. Такие трубочки выглядят как пластиковые, совсем не искажают вкус напитков, а кроме того, они биоразлагаемы, поэтому не наносят ущерб окружающей среде. «Я думаю, что использовать соломинки из полимолочной кислоты – хорошее дело. Они не сильно отличаются от пластиковых. Когда-то в ходу были бумажные соломинки, но когда я пил колу через бумажную соломинку, у напитка был очень странный вкус. Кола нагревалась, и в ней было меньше пузырьков». Соломинка из полилактида примерно в два раза дороже пластиковой и на треть дороже бумажной. Но, несмотря на это, все больше и больше кафе и ресторанов предлагают своим гостям именно экологичные трубочки. «В середине прошлого года более 90% наших соломинок были сделаны из полилактида». Эксперты отрасли с оптимизмом смотрят на будущее биоразлагаемых соломинок в Китае. «В 2020 году Китай смог произвести только около 60 тысяч тонн полилактида. Сейчас эта цифра выросла до 150 тысяч тонн. По мере увеличения производственных мощностей цены будут снижаться, соломинки станут более рентабельными и будут использоваться чаще». С 1 января прошлого года в Китае полностью под запретом неразлагаемые пластиковые изделия. Магазины, рестораны и продавцы напитков начали искать альтернативу. Сначала ею стала бумага, но теперь, кажется, найдена достойная замена вредному материалу. Шлюзовые ворота на реке Люву медленно открываются, и бурлящая вода начинает свое движение. Живительный поток течет в засушливые регионы на севере Китая. Переброска воды из провинции Шандунь в провинцию Хэбэй и муниципалитет Тяньцзинь происходит ежегодно. Но в этот раз объемы решили увеличить с запланированных 69 до 145 миллионов кубометров. Все для того, чтобы эффективно поддерживать комплексное управление подземными водами на севере Китая и ускорить восстановление окружающей среды. Мы планируем завершить переброску воды к 31 мая, но этот период может быть продлен в зависимости от погодных условий, а также от потребностей в воде в Тяньцзине и Хэбэе. Северный Китай – один из регионов, где водные ресурсы в дефиците. Ожидается, что проект обеспечит водоснабжение рек, озер и водно-болотных угодий в этих местах, улучшит экологию и обеспечит аварийное водоснабжение городских районов в Тяньцзине и городе Санчжоу в провинции Хэбэй.